Бо Киртов. Мы начинаем наш первый урок по главе Бо. Урок за хороший кедуш Арон Арьев бен Двойра, за поднятие души моего папы Яков бен Нахум, дядя мой Владимир бен Григорий и Ури бен Харитон. За здоровье. Полина Перлба, Соня Сура, Светлана Батклара. Наша недельная глава называется Бо. Всевышний говорит, что он ожесточил сердце фараона и налетит саранча. То есть страшная казнь. Кто это может выдержать? Страна фактически погибает. Но первые пять казней фараон мог еще раскаяться и Всевышний мог его пожалеть. Но последние пять казней, как пишут Хохамим, они уже были как наказание. Уже невозможно было их остановить. Всевышний хочет показать египтянам свою силу и естественно нам. Потому что показать нам, кто такой всесильный, было нам необходимо. Потому что, чтобы не случалось с нами, мы всегда находили какие-то причины отходить от заповедей. И поэтому нам тоже нужны были эти испытания египетские, чтобы мы поняли, кто такой Бог. И чтобы мы жили по Торе. Значит, написано, что фараон не отпустил нас. После Вакмаше с Агроном сказали, что это будет за казнь. Или он говорит, идите служите, мужчины, вы этого и просите. А мы хотели уйти с нашими семьями, со всеми детьми, со стариками и забрать весь наш скот. Но Всевышний говорит, смотрите, беда перед вами, так фараон говорит, и я вас не отпущу. То есть отпущу только вас, а никто из ваших близких не уйдет. Вы хотите служить? И служите Богу. И тогда началась казнь, налетела саранча и полегла во всех пределах египетских. Весьма густо, потемнела земля. И она была не просто в поле или в городе. Она залетела в дома египтян. Она съела все, что только возможно. Не осталось ничего. То есть уничтожила все. Если написано было, что съеден был лен и ячмень, уничтожен, когда был град. То теперь уничтожено было все. И пшеница, и полба, которые были еще в земле, когда был град. Уничтожено все, все деревья, все, все было уничтожено. И что такое нашествие саранчи, мы даже знаем в наше время. Рабец Хагзильбер говорит, в Средней Азии была саранча. Говорит, не осталось ничего. Она съела за очень маленькое время, съела весь урожай. Она уничтожила все. Это обычная саранча. Не такая военная саранча, которая описана в наших книгах. Где написано, что она была просто, она убивала. Это была страшная саранча. У нее был хвост, как у змеи. У нее были клыки, как у льва. Она убивала. И птиане поначалу обрадовались, что будет саранча. Потому что это еда. И поэтому они ее убивали, как они могли. И они ее закатали в бочки, запаслись много еды. У них все, у них просто была какая-то еда, какая-то надежда, чтобы они спасутся. Но не тут-то было. Когда фараон змолился, что я согрешил, я и народ, мы грешны. Уберите от меня хоть эту смерть. Это уже было ужас. И Маше помолился Всевышнему. Всевышний унес эту саранчу в море Сув. И написано, не осталось ни одной саранчи. Даже той саранчи, которую египтянам удалось закатать в бочки, тоже не осталось. Но последние саранчи Всевышний унес. Египтяне остались без ничего. Вот так. Где они брали еду, это уже дальше неизвестно. Если как воду они ходили в страну Гошены и покупали у нас, то теперь, очевидно, они выжили за счет этого. Потому что если миллионы людей страдают, и они не могли так быстро закупить, это не современное время. Значит, надо было где-то в ближайших местах покупать еду. Очевидно, они возвращали нам те долги, которые не нам должны были за 500 лет существования евреев. То есть они все у нас отобрали. Начиная от Аврагама и кончая поколение Маше. Все было отобрано. Мы просто работали за еду. Вот теперь нам Всевышний все возвращает. И Он говорил нам, что вы не уйдете с пустыми руками. Вот теперь к нам возвращается то, что мы заработали за эти 500 лет всем народам. Вот так вот. На сегодня наш урок заканчивается. Всем всего самого наилучшего. До новых встреч.